Это типичный новичок в Warface, и сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Звук, конечно, мое почтение. Наверное, даже царь-пушка стреляет потише. Дорогой капитан Очевидность, запоминай. Царь-пушка не стреляет. Прапорщик не офицер. И третье. Warface не фри-ту-плей. Приветствую вас, леди джентльмен и другие подруги. С вами Рокутагин и капитан Очевидность. А также в прекрасной игре Warface появилась новая снайперская винтовка Ultima. Почти как калашников Ultima. Помните, дробовик. Но этот немножко по-другому агрегат называется. PGM Ultima Ratio. Болтовка, которая своей анимацией, в какой-то степени звуком и вообще геймплеем напоминает, не поверите, легендарный АХ-308. Проходняк или годно? Реально годнота, дружище. Если сравнивать со стартой и читаком, то новинка выигрывает практически по всем параметрам. Вот для примера сборочка, которую я использовал. Посмотрите на темп, посмотрите на эту прелесть. Это просто мега сок, сука. Я заметил только один параметр, при котором новинка уступает, например, читаку. Это если вы прокачали и там, и там кучность, то читак от бедра стреляет лучше, нежели PGM Ultima. Но, как мы понимаем, это настолько минорное преимущество, что его можно в принципе не учитывать. Зум здесь сочиняйший, детка. Прицел, кстати, даже без модов практически не покачивает. И если так по большому счету подумать, я вообще не знаю, за что эту пушку ругать. Это болтовка, которая фактически не имеет вообще никаких недостатков. Это очень мощная пушка. Вы знаете, мне даже кажется, что к нам возвращается тот самый снайпер. Времен Макмиллана, АИКСа, Кракена. То есть тот самый имбовый класс, на который все бомбят. По-моему, эпоха открыта. Красиво заливаешь, но что новинка сможет против СКС? А вот тут, дорогой друг, думаю, мнения разойдутся. Да, друзья. С одной стороны, новинка, я думаю, при ситуации раз на раз СКС будет уделывать. Да, именно так. Сочетание отличного зума и великолепного ваншота дают новинке, наверное, все-таки преимущество перед СКС. С другой же стороны, не стоит вкидывать со счетов тот факт, что СКС очень мощно лупит от бедра. Причем делает он лучше это, чем новинка, лучше, чем чейтак, лучше, чем все. Это, можно сказать, в какой-то степени даже дробовик этот СКС. То есть им от бедра реально можно лупить на ближнику и забирать даже нескольких противников. А кроме этого, СКС крайне эффективен против других классов. То есть, если новинка, мне так кажется, в гибких клешнях хорошего опытного снайпера, другого снайпера с СКС будет раз на раз уделывать, то во всех остальных ситуациях новиночка PGM Ultima будет хуже, чем СКС. Потому что от бедра она хуже. Потому что против других классов она хуже. Она реально хуже. Она не такая эффективная, как СКС. Но это не проблема новинки, это не проблема PGM Ultima. Это проблема как раз СКС. Потому что СКС это слишком мощное, слишком имбовое оружие, которое наклоняет, ставит в позу дядя нагнулся за кирпичиком все остальные классы. И она слишком, опять же, мощная от бедра. Выходят свои пятаки, пока можно приберечь. Ну, по большому счету, да, капитан Очевидность. Друзья, если у вас СКС, вам этот наклонитель всего и вся нравится, вас он устраивает, то жесткой необходимости, я считаю, в новинке нет. Все-таки болтовка это болтовка. Это особые умения, это тренироваться надо. И при всем при этом она не дает никакого преимущества перед СКСом. Вообще никакого. Она сложнее. Из нее сложнее убивать. Она не такая эффективная, даже не особо эффективная от бедра. В общем, да, СКС по-прежнему король. Несмотря на то, что Ультима мне очень понравилась. Это просто невероятно классная винтовка. Это винтовка времен Макмиллана, АИКСа и Кракена. Вот что-то близкое очень к ним. Это нифига не Астарта, это не СВЧ, это другой уровень. Это даже не апнутый чейтак. Это более качественная и нагибная штука. Если наши разработчики все-таки дойдут до того, чтобы СКС нерфануть, то я считаю все. С этого момента Ультима вот эта ПГМ, это будет винтовка номер один у снайпера. Это лучшее оружие у снайпера, за исключением, конечно, СКСа. Она офигенная. Она классная. Она почти фазумная. Она обладает обалденным ваншотом. Высоким темпом стрельбы. Она просто великолепна и практически не имеет недостатков. Недостатков. Кроме, кстати, да, очень громкого, сука, кровь из ушей звука. Кому-то, наоборот, это понравится. Кто-то от этого звука будет тащиться и говорить, ну, лупанул реально, как с пушки, блин. А кто-то, наоборот, будет жаловаться, типа, я вообще предпочитаю. Да, я предпочитаю глушитель. Серега, брат, помнишь, какие времена раньше были классные? В общем, друзья, по поводу звука, как говорится, на вкус и цвет. Ну, на самом деле, я бы сделал немножко потише. Реально, сука, кровь из ушей может пойти от такого. Ну, а в целом, картина такая. Если есть СКС, вам пофиг на болтовке, вам лишь бы нагибало, сидите с СКСом. Если вы болтовщик, если хотите именно кайф, сок, скилл, это лучшая винтовка на сегодняшний день. Продолжение следует...